Всем привет, друзья! С вами В1-2 Какаус. Я, походу, что-то подкрутил. Мне два одинаковых трехзвездочных тавера выпало. Это что-то вообще безумное. Блин, а вообще зачем я что-то еще строил-то? Можно, по сути, объединить. И выпал заморозка четверка. Блин, надо было, походу, трешки оставлять. А сколько хп у первого босса? 3500 хп. Интересно, я смогу его убить? Я вызвал первого босса, короче. Офигеть, слушайте, реально, походу, я забираю первого босса прямо сразу. Хочу, как бы, уточнить, мы играем на уровне сложности год. То есть, ну, не в смысле, что мы год играем в эту карту, а в смысле, что это. Ну, самый большой уровень сложности, насколько я знаю, 250 процентов. Сложность. Жестко вообще. Ну, не знаю, заморозчик, конечно, не лучший чувачок. Серега, ты тут вообще? Угу. Я пытаюсь вспомнить, как вообще в ней играть. Так, в фуллборги мне нужно. У меня один вис просто проходит, его никто не бьет. У меня то же самое. У меня таверка ваншотит, у него 400 дэмэджа, а у крипов 120 хп. Но сейчас надо покупать дерево, получается. Это самый лучший старт за все игры, что у меня был вообще. Но, конечно, не самый лучший мерч. Хотя, с другой стороны, в принципе, я все равно всех вначале буду убивать. Ну, то есть таверка с маленьким дамагом, но зато с очень жесткой заморозкой. Я вот первого босса буду фигарить. То есть сейчас все золото, ну, сейчас я изи должен отбиваться. Все золото, а, кстати, может мне золото сейчас. О! Все золото тратить в дерево для того, чтобы проиграть с таким хорошим стартом. Сначала надо копить 400 дерево, да, по-моему, на грейд? Да. Окей. Я вот даже не знаю, хорошо или плохо, что угодно. Ну, у меня уже больше половины откатился первый босс, я его снова могу вызвать. А у меня тоже таверка третий уровня. Но я ее построил сам. Красавчик. Без мам, пап и кредит. Так, все, я сделал грейд, я сейчас сделаю грейд за 400. Ё-моё, это просто лучший старт. Я уже на уровне сложности год играл, по-моему... А, сколько я раз играл? Ну, я два раза играл с РМК просто, а тут мы с... Ну, один. И один раз прошел. И сейчас мы, короче, вот играем с народом, без всяких перезапусков, без всего. И такой старт крутой, вообще жестко. Последний раз, насколько я помню, последнее видео как раз... Тут мы без перезапусков играли, и там мне вообще ничего вначале не выпало. Но я прошел довольно далеко, и там что-то укрепать. 5 тысяч хп было. Что-то такое, не помню. И, кстати, мне на сети, короче, более-менее везет. На продаже. На квест? На продаже. Да, на продаже. У меня уже этот... Сейчас за 550, я буду следующий грейд делать за 550 золот. Но это с ума сойти, главное не слить, блин. Ну, вроде как таверка 4-го левела должна, как бы, дать тебе гарантию прохождения босса. Не знаю даже. Сколько у первых боссов хп кто-нибудь помнит? 500, наверное, не знаю. 5 тысяч. Что-то такое. 3-500 у первого. Не-не-не, в смысле я имею в виду у 10-го, у 10-й волны. А-а. А, ну, что-то... Слабее, чем первый, по идее. Не, он сильнее чем первый. Да? Ну, вызванный обычно слабее, чем босс с этой волной. Так, что хочет чувак? Железо, как обычно хочет. Продаем ему железо. Так. Все, я сделал грейд, короче, за 550. С ума сойти. Просто с ума сойти. Вот это старт. Ну, конечно, тупо, что в карте так многое зависит от удачи. То есть у меня сейчас инкомматериалов плюс 50% в полтора раза лучше, чем у остальных. Сейчас, наверное, уже можно просто башни строить, чтобы квесты выполнять. Или что, даже не знаю. Или продолжать покупать дерево. А у вас этот, какие сейчас... Ну, у кого-нибудь есть четвертая башня? Я пытаюсь понять, насколько я как бы сильный. Видимо, я не очень сильный. Я уже не отбиваю. По-моему, очень. У меня нет ни одной. Я комбинер все, собрал только 2 третих. А дерево ты где брал? Ты просто трейдил опять? Да-да-да, я очень много трейдил. Так, я всех, видимо, все бейсик сделал. Так. Сейчас можно, значит, объединять всех, кроме фуллборга. Ну и сейчас можно сделать, качнуть, улучшить продажи. Это очень тоже актуальный будет грейд. Чтобы больше золота получать. Я могу вызвать второго босса, но, наверное, не стоит этим заниматься, если я хочу играть. У нас будет на одного человека больше, значит, будет веселее. Может, все-таки вызовешь? Ага. Памп тавер вон мне. А, о, нравится, у меня сейчас будет тавер к третьему. Так, а какие квесты на башне второго левела, кто помнит? Все надо иметь или что? Там же написано, одинаковые. Второго одинаковые. Семь штук. А я убил первого босса. Я тоже. Ну, мы, по-моему, вот в обычной игре без экстра лака так вот играли, насколько я помню. Типа там на седьмой, там на восьмой волне вызывали. Не, вполне можно и на пятый какой-нибудь просто, если опять-таки есть хоть какой-то лак. Я же говорю без лака. А, ну хотя, ну да. Но сейчас мне вообще не везет. Я даже все грей же пропустил пару крипов. Не, ну я вот даже не знаю, потому что у меня четвертый крип, но по атаке самый слабый четвертый крип. Насколько, как бы, это удача или неудача? Ну, зерго продажи не идут. Ну, то есть, что такое. У меня ничего не идет. О, первый Акалит из квеста. Блин, у меня три работяги и ни черта. Ой, а я что-то рабочего не вызвал. Ой, то есть, босса не вызвал. Ну, ладно. О, у меня вот та же башня, что я вначале построил. Неплохо, неплохо. Ну, вроде, вроде у меня все хорошо, но самое забавное, что я, ну, не супер прям так вот отбиваюсь. Не чемпионю. А босс не сразу пойдет после девятой? Там будет какое-то время хоть? Ну, да, как и волна будет. Ну, там если все отбьются, то там может он и раньше пойти. Тут же зависит, ну, типа, как люди отбиваются, так волны идут. У меня в веток уже 14, с ума сойти. А при этом три торговца я не могу продать ни черта. Делай ауры. Да, что-то не хочу. Ну, босса, кажется, я убиваю, но на всякий случай качну немного пирсинга. Ну, это будет эпично, конечно, слить такую игру. Ух, все, убил босса, ура. А можно было получить деньги за то, что у тебя осталось мало хп, и ты протек на феникс? Нет уж, нет уж. Нет уж, спасибо. Не знаю, у меня сейчас тысячу голды, вот что мне жестить, строить башню. Ну, наверное, жестить, строить башню, вызывать, ну, подготовиться, короче, к постоянному вызову второго босса, чем покупать дерево. Наверное, уже больше, ну, я и так дерево дофига купил. Плюс еще квест на фуллборгов выполню, плюс еще, может быть, выполню квест на вторую башню. Кстати, я вот не сказал бы, чтобы я супер прям вот так уверенно отбиваюсь, блин. Если что, там вес появится на 10-й. Я уже использовал своего. Ну, просто стоят чуть. У меня в фуллборге более-менее купится. А как вообще, вы, это, отбиваетесь? Нормально у вас дела? Ну, я просто протек. Чуть-чуть не добил. Так, я тогда буду мариносов копить. Они, по-моему, во-первых, сами по себе сильные. А во-вторых, надо 7 штук для квеста. Ну, и фуллборгов надо 7 штук, пока есть 3. Ну, так. У меня 3 вида предметов, уже по 9 штук. У меня я 15, 7, 6. Ну, и крафтить ничего не могу, потому что заказываю другие. И ауру сделать не могу, потому что по 9. Ну, да, не очень. Так, следующая продажа за 250 делается. О, сейчас я могу первого босса еще раз вызвать. Еще соточка. 5 секунд, правда, до волны. Блин, ну, я не знаю, я рискую. А у мариносов рейндж вроде как такой уверенный. Тысяча, офигеть. А что они такие сильные? У них 100 дэмэйджа, вроде как скорость атаки нормальная. И тысяча рейнджа они стреляют вообще. Красиво. Офигеть. А у меня хотят все кожу оленя или фаерфлай, короче. И нифига нету. О, подпер трейд. Ничего себе, там ты на 4 тысячи почти напродавал. Ну, я же супербыстро сделал грейды на продажу за счет этого. Сколько урс? Урсы? Я не знаю, сколько я построил башен, но очень много. И до сих пор урс очень мало. Так, а тир-3, по-моему, определенная таверка, да, нужна? Да, там 4 нужных. А, все 7 разных надо построить. А, или гидро-тавер. У меня сладж-тавер. А что за гидро-тавер? Это вот это, что ли? Нет, сиренка. Гидролизк. А, гидролизк. Окей. Эс-таверка у меня у входа появилась. Не знаю, может я готов уже к второму боссу? Что-то я все боюсь его. Наверное, я готов уже ко второму боссу. Я просто давно не играл и не помню, что вообще надо сделать, чтобы убить второго босса. Ну, у крипов 1250 хп, 20 крипов. Серега что-то молчит. Серега, что молчишь? Не знаю. Ложу киску свою. Вас такой ответ устроит? Ну, в общем, да. А ты весь пост специально купишь? Блин, я, короче, наверное, вызвал второго босса. Попробую. Мне кажется, время пришло. Надеюсь, что время пришло. Или не пришло. Блин. Да не, вроде пришло. Или не пришло. Или не пришло. Ну, 15-е вообще сейчас должно быть нормально. Ну да, все, пришло на самом деле. Такс. Ну все, нормас. Можно еще и первого заодно вызвать. В принципе, он уже как бы вообще ни о чем. Прям во время волны. А, ну у тебя две четверки. И один из них это Destroyer. Он как раз таки очень хорош. А у тебя даже три четверки. Так у него второго босса не было шансов. Чем Destroyer? Ну, он дальность большая, по-моему. Урона немало. Он так что еще долго стреляет. И у тебя еще... Destroyer 78 уже демиджа. Чего? Я не помню. В чем-то он, по-моему, против босса был неплох. Офигеть, я вызвал босса во время волны. Протекая, с ума сойти вообще. Ну, в принципе, можно чуть протечь-то. Я не вызывал ни одного босса, Водим, и протекаю. Я просто думал, что у волны там тысячи хп, а типа, что бояться-то? Да, я все, похоже, тоже проиграл. Ого. Перегладил киску. Что там всего один? Я не тот предмет, виспом, взял. А, уже биф есть? Уже биф есть. Каждые пять, да. Так, что у нас надо-то? Кожа, железо, кожа. А что-то вообще тяжело. Я не понимаю, почему так тяжело стало. То есть, мне же супер проперло. Но, видимо, я слишком много дерева купил. И, может, то, что, типа, я... Черт, его пойми, короче. Такс. Айставр. Что-то у меня этих айставров вообще миллион. Айставр, айставр, айставр. Просто такой шок. У меня опять по девять всего, кроме того, что мне надо. Забавно. Так, а мне бы тут жить-то как-то. Торговцы всякую фигню хотят, блин. Можно милишную атаку два раза качнуть, потому что мне надо 300 дерева. А как раз... Как раз. Ну, то есть, я 50 дерева сейчас получу и будет нормально. У меня последняя аура дамага и вторая аура скорости атаки. Я ауру что-то вообще не хочу делать, не знаю. Я тоже как бы не очень хочу, но у меня не то, чтобы есть выбор. Не, ну 17 пузырьков. Может, наверное, можно. Так, а сколько у меня морпехов? А там надо семь тавров второго левела, да, иметь одинаковых? Или сколько? Второго, да. Четыре гидролиста. Ну, такой самый спорный квест. Я его обычно делаю, только если прям все очень хорошо. Проще уж собрать четыре нужных третьих там, например. Ну, я вот сейчас жду. Не знаю, у меня просто пять морпехов. То есть, надо аж двух морпехов. Третьего босса пока я вызывать не буду. Сейчас овцы, а потом босс. Но, в принципе, я даже в теории могу протечь на этого босса. Нежелательно, конечно. Все, я тоже проявил. Я босса вызвал вместе с ломой. Что там? Первого? Нет, второго. А, ну второго это... Ну, я не прям, я что-то думал заранее-заранее. Там пять секунд, но что-то как-то они очень вместе шли. Привет. О, я построил этот... Hellfire Tower. А Hellfire Tower, что она делает? Она, по-моему, комбинится со многими очень. Вспомнить бы. А Зерг, ты тоже живешь, да, получается? Я? Зерг, Зерг. Она атаку повышает ближайшему, я не знаю. Нет, я все. У меня, смотрите, я, походу, я выжил. Ну, в смысле, я убил босса. Фух, ё-моё. Можно не так жестко, пожалуйста? А, я ауру не сделал, блин. Да я зря, конечно. На уровне сложности жестком, конечно. Но у меня только две четвертые за все время я сделал. И одна из них это сплэш, а вторая это замедление. Я не знаю, как ты жил, кстати, до сих пор, но ты молодец. Аура на продаже. Так, что вам надо? Кожа. Ну, понятно. Все, блин, мне так жалко оленей. Все, поперли продажи. А, чел какой-то до сих пор жив, рандомый. Получается. А ты Мариноса собрать, в общем, да? Да, но мне осталось два Мариноса. Потом, я думаю, если я соберу... Ну, ты можешь что-нибудь этот... Что-нибудь подсказывать, там, не знаю. О, еще один Маринос. Остался еще один Маринос, и все будет шу-кос. Ну, вообще, мне нужны имбовые башни всякие. Имбовые башни последнего левела. Потому что без них, без станов, все равно не пройти. Как бы мне ни было. Ну, да, да, да. Не, Халфайр, она неплохая. Одну можно иметь. Но... Типа, она у тебя на волнах как раз-таки должна помочь. Против боссов она, не то, что будет. Но, чисто сама она ничего не делает. У тебя у нас два Фулборга. О, найс, Мариносы. Сейчас гидралиски должны быть. Блин, нет, все равно три гидралиска. Лол, я думал, сейчас солью всех Мариносов. Хоть один гидралиск-то будет. Два этих, Томба. Теперь два Паука. О, Магнотауэр, по-моему, хороший у него встан вроде есть. Да, вроде нет. А я могу тебе контроль, в принципе, дать? Могу? Но я вряд ли буду видеть там скиллы и прочее. Я вот не знаю, у меня уже такие комбо по 170 голды приносят. Имеет ли смысл идти вот в эти сложные продажи? А, Магнотауэр, как раз-таки, наоборот, он его ешь на. Ага, блин. Конечно, сзади Магнотауэр иметь так себе. А он с Хиллфаером не этот, не объединяется? Ну, сейчас скажу. О, слот штабы построил, е-е. Они, по идее, уровни разные. О, гидры, гидралиски. Найс. Четыре гидралиска. Так, две суперзаморозки выпало. Я вот не знаю, собирать ли их. Если у меня точечная заморозка есть, с другой стороны. Вот я не знаю, будет ли угроза от обычных крипов или не особо? Ну, не должна быть особенно, тем более сейчас у тебя как-то. А у тебя три обычные заморозки. Это так и задумано? Ну, если четыре будет, то две солью. Не знаю, сделать пятерку, что ли, из этих чуваков. Ну, вот, может, это ошибка, конечно. Но я, наверное, сделаю. Два магнотавра. Просто эти же башни, они каждую волну апаются еще, насколько я понимаю. А там, ну, ты можешь прочитать, с чем они комбятся, я тебе скажу. Скелет маг, но у скелет маг слишком убовый. Нептун, но Нептун слишком убовый. И вайлдбор фарм, единственная, по сути, она, наверное, нормальная. А, этот, теперь нажми на хиллфайр. Может, они обратно в сторону комбинации. Слушай, а у последнего босса получается 90 тысяч хп. У крипов 3000 хп. То есть, получается, наверное, с двумя сплощащими таврками я вряд ли там зафигарю. Ну да. Не, без станов, ну, сложно. Так, а хиллфайр не сливается? Так, в смысле, либо, ну, если одно с другим не сливается, то второе... Не-не-не, бывает так. Одно с другим нет, а другое с первым, да. Офигеть, я не подавал. Так, хиллфайр, вайлдбор фарм и фонтан. Так, мне надо 12 башен построить. Блин, можно было босса вызвать, но я сейчас первого вызвал. Блин, в косяк, что я не вызвал. Сейчас просто непонятно. Ну да, 18 веточек, это бы реально ауру еще бы сделал. Блин, надо, вдруг они поправятся. У меня просто так продажи сильно загрейжены, что хочется, конечно, лучше веточки в золото превращать. Ну да, просто у тебя башен могут. Там всякие банджи у тебя есть, посливать. О, Мортар Тим. О, я еще и ачивку выполнил. Ничего себе. А сейчас дерево, я так понял, надо чисто тратить на грейды на атаку, да, или что? Ну, не обязательно, ты можешь, ну... О, с Хеллфайером можно. Слушай, посмотри, пожалуйста, мерч Мортира с Хеллфайером. Ну, у тебя название должно быть написано. А. Типа во что они превращаются. А-а-а... Магеридон. А-а-а... Он... Он... Замедление дает на 20%. А Мортира и Хеллфайер... Ну, Мортира, она, типа, у него шанс сплэша, по-моему, а Хеллфайер вот атак спид дает, так что... Атак спид дает Хеллфайер? Да. А, 15%. А у Магеридона что там, шанс чего? 15% дать замедление на 20 секунд, а у Ешная. На 20%... 15% на 20%, да? Да. Ну, я бы подождал пока что, не знаю. Ай, блин, второго босса надо выдвать. Ладно, выдву сейчас. О, еще одна Мортира. Просто эти все башни, они же копят атаку, и их либо делать, либо не делать, блин. Ну, блин, мне, кстати, очень плохие таверки падают. Ну, пока не... Ну, то есть, один скелет Маг, по сути, лучше, чем... Две какие-нибудь таверки. На него урона мало. Я один раз проиграл. И со слишком большого количества станов, как ни странно. Квест выполнился забавно. У меня было там, грубо говоря, 4 скелета Мага там, и еще там, станнеров в штуке 4. И у меня просто урод на них воздало. Боже, что-то ничего не маршится. У тебя там виспит. О, Wild Boar Farm. Так, она... Совсем практически. Не, она с фонтаном. Подожди, а что-то у меня было с фонтаном уже. Хеллфайр у тебя, по-моему... Хеллфайр плюс Келтузад, смотри, пожалуйста. А, Келтузад, он стана, если не ошибаюсь, сдает. Сейчас скажу. Да, 10% на станы. То есть, их сливать, да, получается, друг с другом? А у тебя проверь еще, у тебя Mortal Team, может быть, или Магнотаурус фарм. Так, все, я сделал, короче. Келтузад, да. Ну да, он хорош. Мне пирсинг, значит, сейчас надо... Так, первого босса вызвать, во-первых. Вторых, конечно, пирсинг. Блин, не знаю, может... Он сделал шаг. Блин, надо, наверное, вызывать вообще последнего босса уже. Я достаточно сильный, мне кажется. Ну, 27-я. Так, айставарки. Тем более, вот, как раз-таки, какой-то вставный есть. Так, здесь айставар нужна. Это тоже айставар. Ну, подождите. Что-то слить можно. Я понимаю, так. Тускаров, Фулборгов, Панша. Так, дестройер. Нормально. Дестройер у меня уже слились. Блин, только надо было не здесь сливать, конечно. Так, что, теперь у меня появился станд. Ой, что-то очень давно не продавал. Так, что там хотят железо, оленя, железо. Значит, идем за железо. Блин, сейчас надо жестко как-то сливать башни друг с другом. Что, вызывать последнего босса, нет? Я вызвал, короче. Ну, посливай. Сливай быстро, у тебя может что-то хорошее в одном выпуски. Фулборги, Банши, Мурлоки. Тускары второго уровня. А, ну все, нормально. Лот-файр. Фух. Все, нормально. Нес. 300 голды еще, блин. Теперь еще куда-то деньги тратить. О, сплэш-заморозка родилась. Ну, а то была такая дилемма. Продавал, мерзить, не мерзить. Ну, блин, до сих пор нету ни скелета мага, ни Нептуна. Ничего вообще. У тебя слева, но на этом на повороте два фулборга. Ой, это фулборг от Пускара. Где-где? Ну, тоже слил, да. И вот у тебя два Аколита, два Гнолла слева тоже. Две Банши. Четыре Аколита у тебя. У меня дофига вообще Аколита. Ну, да. А бычок этот у меня один. Банши еще есть. Угу. Так, надо еще продавать. Банши-фигайши. Я так понял, если комбо настакал, то нет смысла делать вот эту комбо-торговлю дорогую. Это, видимо, типа, если... Ой, босс попер. Ёб просто. Ну, я проходил на этой сложности, да. Я типа не грейдил эту сложную комбо. Но она просто очень много внимания отвлекает. Мне было просто лень. О, Вайлдбор еще один. Да. Проверить с Магнотавром он не сливается. Вайлдбор с Магнотавром. Нет, с Фонтана скелет Магно. Так, все, убиваем этого. А если нажать на Магнотавра? Скелет, Нептун. А, сливается, кстати. С кого? Сливается в... А, Праудмур. Праудмур Рымба. Да, да, да. Вон корабль простоит. Так, я что-то забыл. Блин, что-то я туплю. Подожди, когда выбираешь точечный мерч, что в какой сливается? Который тыкаешь или который выбрал? Так, который выбрал. Да, я изначально взял. А, то есть нельзя... А, можно вот так делать. Разут 6,6 атаки. А, пофиг. Так. Делаем адмирал тогда вот сюда. О, найс. Адмирал. Адмирал это прям хорошо. Это одна из лучших башен. Ну все, теперь кораблики. Поехали. Кварт стайла. Все нормально. Зомби. Так, надо еще продавать, не забывать. А, у тебя две наги третьего уровня. Клайму. У вас будет фат. А, нет. Не, не, показалось. Так, надо бутылки еще сдать работяги. Сделать ауру. Блин, офигеть. У меня просто супер-мега-заморозка. Ну, кстати, наверное, это и не сказать, что плохо. Еще один вайлдборд. Еще одного праутбора можешь сделать, в принципе. А, ну, кстати, да. Чего бы, кстати, и нет. Ну, у тебя тогда, правда, на волнах может быть чуть хуже, потому что у тебя не осталось из-за этого вообще. По факту сплэша, по идее. Блин, а да, кстати. Ну, у него пирсинг. Надо пирсинг грейдить просто. А, хотя у тебя портал-тим есть. Надо посмотреть, что хотят работяги. Железо хотят работяги. Ну, у тебя две мортиры, ты можешь, не знаю, их грейдить, если хочешь. Может, немножко. А, грейдить в атаку? А, ну да, кстати. А чего у них... Ну, пару раз. Да. Сичь. Ну, первые два-три грейд, они же вообще ничего не стоят под деревом. Да-да-да-да-да-да. Тут писал Вичку, но я вообще как бы не замечаю, что происходит. Мне нравится. Люди, которые просто сидят, смотрят видео, вообще не потеют, ничего не это. Говорит, Вадим, ты не замечаешь Вичку. Да блин, ну тут вы поиграете, как бы, покомментируйте еще, поймите, что вообще, как бы вам не до этого. Кабанчики, Мурлоки. Блин, опять Ай-Ставры, не хочется как-то Ай-Ставры портить. Кабанчики, Мурлоки, Фолборги. Так, кабанчики, где кабанчики-то? Чуть не вижу кабанчиков. Ну, я, не знаю, я бы на том, ну, Ай-Ставры можно только по центру оставить, мне кажется, две крайние слить. Ну, как хочешь, в принципе, я тут не говорю, ничего. Так, честно, первый босс еще отследит. Не знаю, насколько я сильный, но вроде на волнах проблем то нет, как таковой. Ну, да, но это бывает, но там волны, это зависит. В Фолборге у тебя Дриней второго уровня. Где Дриней? Ну, между Фолборгами стоит. Не, надо, наверное, с старой графики играть, там как-то привычней. О, Нептун! Все, норма, сыгра пошла. Вот как бы... Опять-таки. Вот как у меня сейчас одни станы пойдут. Да нормально. Не, ну у меня-то мощь-то вроде есть-то. Ну, да. Ну, просто, просто много демейджа. Так, что получается? Не, Нептун хороший, его даже сливать не надо. Так, ладно, айс из-за мерджу. И надо бы немного продать. Что там до... А, ну пока еще долго. Пока еще долго до боссов опасных. А, ну посмотри на всякий случай с Нептун, там с чем сливается. Да не, Нептун имба, я не хочу его сливать. Не, он ест... Там в Козла, например, если он сливается, то просто таки больше станет. Астан останется. С Мортер Тим сливается в Драгал. В Драгала и Назгрела сливается. Назгрел с Хеллфайром. Ну, Хеллфайр ауру дает. Сейчас. Назгрел это орк. У него... Шанс 2500 дамага дать. Такое. Блин. Блин. Уже такую неосмысленную как-то. Ух, а я не скажешь, что супер-изи прохожу так-то? О, а кстати, а Драгал дает стан. Не, ну Нептулона имба, я не хочу. Не, а в смысле, у него точно такой же шанс странный, как у Нептулона. То есть, по идее, просто атаки больше станет. И хаос у него атака. У Драгала. Ну, слушай, у меня Мортира, это сейчас единственный сплэш, чуваки, если я сейчас Мортиру? Да, 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 да. Не стоит. Тем более, я очень Сидж хорошо улучшал. Мортира не то, чтобы сплэш, у нее там шанс сдать 700 уроны с четырем целям. Ну, хоть что-то. Есть что там слить-то вообще, кроме игры. Просто так у Мортира и у них талона по 1000 урона. И сколько у тебя Мортира фикс-грейдом? Ну, 1600. А у Драгала и базовая 4000 урона, понимаешь? Ну, а скорость атаки мягкая. Высокая. А у Мортиры и у Нептулона? Очень высокая и очень высокая. Так, чувак, первого босса можно вызвать на халяву. Ну, можно второго вызвать, но я уже боюсь. Мало ли что, сейчас просто так я стал плохо проходить. Не, ну, первых двух ты должен шотать. О, Фонтан. Кстати, возможно, у Драгала массовый стан. Так у меня два массовых стана с кораблями есть. Так, Фонтан с Магнотавром и с Мортирой. Смотри, с Мортирой Пристосов Зе Мун. Ну, вроде она не очень сильная. Она, по-моему, да, вообще ни о чем. Ну, она, кстати, у нее как раз-таки типа Старфола что-то, по-моему, сплошище. Ну, я не знаю, у нее не прописан скилл. Мы его не брали никогда. Такой дядя этот большой в новой граффике, конечно. Не, ну, только за счет станов тащу, потому что, блин, кое-как. Даже не знаю, вызывать уже. Ну, я вызову второго босса, в принципе, чего. Не, второго он ничего не сделает. И есть смысл только насчет третьего. Думайте, то не всегда. Так, что продажи-то? Ну, левел там. Блин, что-то вообще нету денег почему-то. Мало денег. Видимо, все-таки вот эти вот улучшенные продажи имеют, что ли, смысл какой-то или что? О, у тебя фонтан еще. Да-да-да, фонтан есть. Есть такое. Он еще вместе неплохо стоит. О, еще и фонтан. А ведь аркета, мол, фарион же кастует или у тебя куда-то от другого? Не знаю, пофиг. Не, жаловать фонтаны рядом, это не очень хорошо. А фонтан что дает? Замедление, но у него там радиус, по-моему, 900. Большой, короче. А при атаке он замедляет или как? Не-не, вокруг. А, 700 раньше. Да. А где у него фонтан? Я не вижу. А, они рядом прям стоят. Так, можно их атаку чуть погрейдить так-то? Сколько у них скорость атаки-то? Высокая. Высокая это с бонусом от хеллфайра, блин? Непонятно. А, кстати, очень высокая у тебя может быть с бонусом от хеллфайра скорость. О, два никтуна рядом. Живем, пацаны. Ну, все, потихонечку готовимся к сильным волнам. Чуть посливаем. Тридцать-семая волна сейчас была, сейчас будет тридцать-восьмая, то есть камень можно, в принципе, зафигарить аурой. А, говорю, я бы Никтуна вслил. Не, я Никтунов уважаю. Ну, я не знаю, вряд ли я же прям на обычной волне вот сейчас прям отдамся. Не, а вряд ли у тебя хп в корту. Ну, тогда точно не стоит. Ну, так, а ну, они тебя хуже точно не сделают. Потому что мортиры, еще раз говорю, они носят 700 урона по четырем целям, 10%. У них просто уже урона не хватает. Так, что там, можно что-нибудь продать? Нельзя ничего продать. А, можно продать. О, ну, прикольно, когда корабли убивают вот чуваков сзади. Станет, чтобы разделить. А так у тебя было бы два корабля и два метеорита. Слушай, хватит меня соблазнять метеоритами. Все, как бы, нормально. Да, я просто не виделась никогда. Ну, и не увидишь. Это прикольно. То есть, это получается босс двадцатой волны. Видите, сейчас 20 боссов двадцатой волны. Такая вот хитрая карта. Не, ну, у тебя перед боссом-то все равно их слить придется. Почему? Зачем? В смысле? Перед боссом? Два соло таргет стана. Ничего себе. Зачем мне два... А, так у тебя будет два тех же стана, только у тебя будет больше атаки. В смысле? Эти башни, они пока стоят, они стакают атаку. Если ты их сольешь, я вот не уверен, что этот стак атаки остается. Где они стакают атаку? Башни пятого левела, каждую волну стакают 10 атаки. У них как было тысяча атаки плюс 600, так и осталось уже 8 волн. Я слежу за мортирами, ничего у них не стакается. А, да? Странно. Да. Each level increase атак damage by 10%. Так где написано? Ну, в свойствах мортира. А фонтаны, кстати, у меня не особо-то и рядом, я бы сказал. То есть тут нормально, тут же сейчас прозумблено. Понять бы, вот, писала бы, как в авточейзе, какая башня основной дэмэдж вносит, типа. Те, типа, игры идут. А цифры над башней, это сколько они всего рона? А, точно, точно. Не знаю, слушай. А что, вот эта заморозка? А, смотри, они стакаются, и сплошующий заморозчик из-за этого, походу, наносит какой-то нечеловеческий урон, что ли? Смотри, смотри, заморозчик просто адовый урон вносит из-за того, что крипы стакаются. Смотрите. Они петулонцы, в твнях, хаос это. А, так получается, у них же еще и базовый, походу, урон грейдится, ай. Да? И, то есть, соответственно, бонус все увеличивается, увеличивается. Блин, я ветку слил, а сейчас теперь из-за этого не хватает ветки. Вот это да. А, то ты мешаешь. А, хотя нет, подожди, нет, походу, там ветка с чем-то должна была быть. Так, босс попер, ешки-матрешки. Ну, вроде, вроде должно. А, так слушай, ну, станы просто бесконечные. А это финальный босс или какой? Сорковая волна. Это, походу, финальный босс. А там не пятидесятый разве? Не знаю. Мне, в принципе, пофиг, противник практически не движется. У меня еще этот, аура заморозки 32%, 20%, 8%, если они стакаются все, а они, видимо... Блин, а я не знаю даже, они стакаются все, вот эти вот заморозки или нет. Походу, нет. То есть, видимо, только самое сильное работает. Ну, это... А, не, хотя это эндюранс аура. Не, плевать. 20% атак спида. Ну, короче, все вообще зашибись у меня. Все очень хорошо. Большие сейчас солью, чтобы, как бы... Чтобы стало еще лучше. Все. Сейв. Блин. Не эфми, а сейв. Еее. Поздравляю. Да, ура. Не, ну, конечно, читерское начало, очень жесткое начало, но я прошел год с одной тройкой, насколько я помню. Но вообще было очень забавно, потому что здесь, во-первых, сильно зависит от удачи, во-вторых, сильно зависит от пятых башен. То есть, как бы, сколько у тебя там магнотавров, условно говоря, к боссу, вообще наплевать. Магнотавры, по сути, урона не наносят. Не было бы Нептунов, не было бы... Ну, по сути, вот, выпало бы вместо двух Нептунов и вместо двух Кунг выпало бы два магнотавра еще. И я бы просто не прошел бы эту карту, потому что босс, ну, просто прогулялся с одного угла в другой. А здесь стан, стан, заморозка, заморозка. Это, конечно, большая недоработка карты, что все жестко проходится именно станами. Вот. Ну, и очень забавно, что, получается, вот эта сплэш-таверка с Йети наносит колоссальнейший урон, потому что крипы из-за корабля стакаются. И если это действительно урон... Ну, вот, видите, на обычной волне у него всего лишь 20 тысяч дэмэджа. А, например, у Келтузада 252 тысячи дэмэджа. 252. Есть кто-нибудь, кто с ним сравнится? Фонтаны, вон, слабо дамажат. Хеллфайр более-менее дамажит. Праутмора. Чё, Праутморы? 100 тысяч. Ну, да. То есть, Праутморы мало того, что станет, до них еще, по сути-то, и не дошли. Но у них дальность 800, но корабль, они фигарят, в огромном радиусе. Забавно. Фух. Ну, в принципе, вот тема с Blacksmith, можно сказать. Хотя, вроде как, и после уровня год есть еще какой-то более жесткий уровень. Но еще сейв-код. Вот я сейчас, по сути, я не знаю. В прошлый раз я сейвил, не сейвил. Но сейчас, после прохождения уровня год, мне дадут нормальный сейв-код. А это, по-моему, еще чуть продажу увеличивает. То есть, как бы, еще легче играть становится. Вот. Ну, в принципе, мне понравилось. Круто. Надеюсь, вам тоже. Всем пока. Спасибо Zerg за помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!